Особая атмосфера уже в фойе кинотеатра. Гостей встречает молодёжь в форме красноармейцев с оружием в руках. Многие из Волокжан пришли на премьеру целыми семьями. И почти все говорили о своей сопричастности к теме войны. С 1963 года я служил в Отечество. На севере 3,5 года срочную службу служил. Затем на Пармире, на китайской границе в 1969 году, когда остров Даманский, напряжённая была ситуация. Потом вот в 1969 году женился и на афганской границе, там и сын родился. Конечно, военная тематика нас очень занимает. Кинофильм про войну я не могу пропустить. Это всё-таки такая тема, которая через всю жизнь проходит красной линией. Я давно занимаюсь военной историей, уже 17 лет занимаюсь поисковой работой. 24 апреля у нас более 100 человек из Вологодской области отправляются в экспедицию в урочище Воронова. То есть, связывая, да, это вся моя жизнь, можно сказать, вокруг этой темы. Режиссёр фильма Александр Касаткин. События происходят во время первой блокадной зимы 1942 года. Офицер госбезопасности Андреев и молодой врач Марицкая за 72 часа, три дня до наступления весны, должны предотвратить катастрофу, разрушить планы немецких спецслужб по уничтожению жителей Ленинграда путём эпидемии чумы. На кону жизни людей, на пути героев, любовь, предательство, стремительно развивающиеся события и интриги. С сюжетом фильма теперь знакомы сотни волокжан. О предпремьерном показе с киностудией «Ленфильм» и соавторской группой картины удалось договориться о правительстве региона. Фильм уникальный во многих отношениях. Во-первых, он посвящен, наверное, вечной теме, да, и самой страшной странице истории Великой Отечественной войны, Бакаде Ленинграда. И, конечно, нельзя сказать, что весь фильм без художественного вымысла, творческий переработка, конечно, есть, но канва событий, которые происходили в 1942 году в Петербурге, она сохранена. Вторая уникальность фильма, что это один из немногих очень игровых фильмов за последнее время, отечественных игровых фильмов, которые сопровождаются с живой музыкой. Главные роли исполнили Кирилл Плетнёв и Елена Лотова. Актриса вместе с композитором Антоном Лопченко приехала в Вологду, чтобы рассказать зрителям, как шла работа над картиной. Этот фильм делался всей группой абсолютно искренне, с очень большим желанием передать максимально правду о тех событиях, о тех людях, о мыслях тех людей, о том, чем они жили тогда. Вместе с оператором режиссер специально искали места, это не декорация, это действительно Ленинград тех годов, которые достаточно хорошо еще сохранятся в наше время. Этот фильм задумывался как подарок ветеранам и тем, кто положил свою жизнь в Великой Отечественной войне, и те, кто остался жив, те, кто помнит это время, это подарок и от Клинфильма, и от тех, кто участвовал в этом кино. Я думаю, что от всего, конечно, Петербурга, от всего Ленинграда. Добавим, еще не выйдя на большой экран, фильм получил свою первую премию. 20 апреля на международном фестивале «Детектив-фест» в Москве этой картине был присужден главный приз в номинации «Лучший детектив». Марина Березина, Максим Тышковец, Волок ДРФ Если потеплеет, Ленинград вымрет.